Ни для кого не секрет, что все наши танки, созданные некогда в едином Советском Союзе, были очень похожи. Сегодня основными танками, состоящими на вооружении российской армии, являются Т-72, Т-80 и Т-90. Понятно, что если брать танк, доработанный в полевых условиях до уровня штурмовой боевой машины, с противодронным обвесом в виде сарая, из которого торчит только ствол пушки, то задача идентификации данного объекта будет под силу только специалисту. Впрочем, даже если перед нами будут стоять танки в исходном виде, то есть человеку, не посвященному в некоторой особенности компоновки Т-80, особенно в его самом современном варианте Т-80 БВМ, будет очень сложно отличить эту боевую машину, к примеру, от Т-90М. Дело в том, что сегодня оба эти танка прикрыты очень похожей дополнительной навесной динамической защитой, да и сверху на башне танков часто устанавливают защитные противодронные решетки, так называемые мангалы. Но некоторые отличия все же есть. Так, обычно на задней части башни всех наших танков крепится специальная телескопическая выдвигаемая воздухозаборная труба. Она предназначена для преодоления танком водных препятствий по дну. Через нее в танк, полностью скрытый под водой, попадает воздух. Для того, чтобы танк Т-80 мог двигаться под водой, его реактивному двигателю, в отличие от дизельного, что стоит в Т-72 и Т-90, требуется очень много воздуха. Поэтому и труба, по которой подается воздух, очень широкая. Мало того, реактивную струю, выбрасываемую реактивным двигателем, тоже нужно выводить из-под воды. Вот почему для Т-80 предусмотрены аж две трубы очень большого диаметра. Одна воздухоподводящая, другая для отвода отработанных газов. В транспортировочном положении одна труба находится внутри другой. А у дизельной Т-90 и Т-72 обходятся всего одной воздухоподводящей трубой малого диаметра. Примерно как ствол пушки. Трубы для отвода отработанных газов у этих танков нет. Выхлоп дизеля осуществляется просто в воду. Так, если на башне танка крепится маленькая труба, то это либо Т-72, либо Т-90. Но аж если вы видите танк, вылезающий на берег из воды, у которого вверх выходят две большие отдельные трубы, то тут можно не сомневаться. Перед вами однозначно реактивный Т-80. А что если танк воюет вдали от водных преград, и трубы на его башне отсутствуют из-за ненадобности? Или сразу после выхода из воды экипаж танка сбросил трубы и вступил в бой? Вторая подсказка – это внешний вид танковой башни. Надо сказать, что сами башни наших танков по своей форме практически одинаковы. Мало того, снаружи они еще прикрыты дополнительными коробочками или блоками динамической защиты. Но есть у башен танков Т-80 своя особенность. Тут нужно еще раз вспомнить о том, что танковый газотурбинный двигатель, как и турбореактивный двигатель самолета, очень боится не только песка, но и пыли, которая разрушает подшипники, лопатки, компрессоры и турбины. Пыль, грязь и песок во время движения танка по бездорожью с большой скоростью летят на него тоннами. А еще очень много пыли и песка поднимается в воздух при выстреле из танковой пушки. Хорошо, если ветер сносит всю эту гадость в сторону. А если наоборот, тогда пылевое облако накрывает танк. Активный же двигатель, как мы знаем, потребляет очень много воздуха. И он тут же все пылевое облако засосет в свое нутро. Конечно, перед входом в двигатель стоят мощные противопыльные фильтры, очищающие воздух. Но лучше, чтобы песка и пыли на входе фильтры все же было поменьше. Так фильтрам легче справляться со своими обязанностями. В свое время советские конструкторы и ученые привели серьезные исследования, направленные на то, чтобы определить те места на корпусе танка, на которые попадает меньше всего пыли, песка и прочего мусора. Именно в этих местах затем были размещены воздухозаборники двигателей. Для этого модели танков испытывали специальные проточные камеры. В жидкость которой обтекала модель танков добавлялись струйки чернил, которые в точь-в-точь повторяли пылевые вихреобразования, характерные для натурного обдува боевой машины потоками воздуха. И тогда у конструкторов возникла идея установить на танк Т-80 специальное воздухозаборное устройство, выполненное наподобие шнорхеля подводной лодки. Оно должно было обеспечить засасывание воздуха двигатель из зоны, расположенной как можно дальше от земли. Такое устройство крепили на задней части башни и снабдили снизу специальным уплотнением, которое не позволяет пыли проникнуть в стык между башней и корпусом, и в то же время не мешает ее повороту. Мало того, в особо тяжелых условиях на воздухозаборное устройство может крепиться дополнительный высокий насадок, да еще и с загнутым совком, похожий на те, что применяются на флоте, к примеру, на всем хорошо известном крейсере «Аврора». Конечно, торчащая над башней труба демаскирует боевую машину, но ведь в бой с такими трубами никто идти не собирается. Высокий насадок применяется во время движения по пыльным проселочным дорогам, но если такое вдруг произойдет, и танки сходу вступят в бой, танковый шнорхель легко может быть спрошен. Именно это специальное воздухозаборное устройство ВЗУ вы сегодня не можете видеть на башнях всех газотурбинах танков Т-80, в том числе и на башне новейшего танка Т-80 БВМ. На танках Т-72 и Т-90 дизельная силовая установка не потребляет столь большого количества воздуха. Фильтры здесь спокойно справляются со своей работой и не нуждаются в помощи воздухозаборного устройства. А теперь перейдем к главной подсказке. Давайте взглянем на лобовую броню танка. На первый взгляд все очень похоже. Мы видим какое-то хаотичное догромождение различных панелей, тросов, флючков и коробочек. Но нас это не должно сейчас интересовать. Лучше посмотрите внимательнее на стеклянные окошки, что заметны прямо под башней. На самом деле это не просто окошки, а специальные оптические приборы из бронестекла, через которые механик-водитель обозревает пространство перед танком. И вот тут-то сразу видно явное отличие наших танков. У Т-80 этих приборов три. Они смотрят вперед и чуть в стороны. А у Т-90 и Т-72 один. Запомните, это очень хорошая подсказка. По ней вы всегда безошибочно отличите Т-80 от других танков. А что если танк стоит к нам боком и окошек не видно? Да еще башня повернута в нашу сторону так, что у воздухозаборного устройства тоже не видно. Наверное спросите вы. Тут нужно смотреть на другие характерные особенности. В первую очередь обратите внимание на ходовую часть танка. На первый взгляд она одинаковая и у Т-80, и у Т-72, и у Т-90. Ну и у от того и у другого по 6 опорных катков. Но это только на первый взгляд. У Т-80 опорные катки не такие большие, как у Т-72 и Т-90. Мало того, они, если так можно сказать, гладкие, нерельефные. А вот катки танка Т-72 и Т-90 наоборот, имеют явно выраженный рисунок, образованные характерными выштамповками. А сзади эти танки различить возможно? Да. И довольно легко. Ведь у Т-72 и Т-90 выхлоп двигателя осуществляется по левому борту. Здесь хорошо видны широкое плоское отверстие. А у Т-80 сзади. Издалека кажется, что на кроме Т-80 укреплен блок бытового кондиционера. Такое размещение выхлопной системы определенным образом повлияло и на размещение дополнительных топливных баков. Как мы знаем, Т-80 оснащен газотурбинным двигателем, для работы которого требуется поступление большого количества воздуха. Практика же эксплуатации этой боевой машины показала, что зимой ее огромный воздухозаборник, находящийся в верхнем кормовом бронелисте с розобашней, порой забивается плотным слоем снега и льда. Естественно, возникла идея обогревать эту зону, благо реактивный двигатель выбрасывает из своего сопла массу раскаленных газов. Для этого на выхлопное сопло устанавливается приспособление, напоминающее металлическое корыто, которое отклоняет реактивную струю таким образом, что та начинает обдувать заднюю часть башни. Вот только на танках во время марш-бросков на задней части корпуса крепятся дополнительные топливные баки, представляющие собой большие металлические бочки. Они сбрасываются лишь перед боем. И чтобы эти бочки не мешали реактивной струе, на танке Т-80 их пришлось разнести подальше от осилу линии. А вот на Т-72 и Т-90, у которых выхлопа дизельного двигателя осуществляется через отверстие в левом борту, такой проблемы нет. Их дополнительные топливные баки стоят вплотную друг к другу без разрыва. Таким образом, благодаря большим бочкам, вы также можете отличить Т-80 от других наших танков. Естественно, лишь в случае, когда они присутствуют на броне. В общем, как бы танки ни крутились, в какую бы грязь ни забрались, вы всегда и спереди, и сзади, и сбоку сможете отличить Т-80 от Т-72 и Т-90.